Сегодня финансовые рынки буквально стоят на месте, что, в общем-то, и неудивительно, так как европейские и американские биржи ушли на длинные выходные. В понедельник откроются лишь американские площадки, тогда как европейские только лишь во вторник. Однако это никак не отменяет того факта, что торги откроются дальнейшим ослаблением единой европейской валюты, которая потащит за собой и еще и британский фунт. А все дело в итогах вчерашнего заседания правления Европейского Центрального банка. Мало того, что темпы сокращения объемов программы коричневого смягчения остались неизменными, так еще до сих пор непонятно, когда же ее свернут окончательно. Кристин Лагард лишь заявила, что дальнейшая корректировка параметров программы будет рассматриваться не ранее третьего квартала текущего года. Добавим к этому еще и то, что вопрос о процентных ставках не может рассматриваться до тех пор, пока действует программа количественного смягчения. Получается, что Федеральная резервная система уже повышает процентные ставки, а Европейский Центральный банк продолжает сидеть и ничего не делать. Так что нет ничего удивительного в том, что еще вчера доллар вновь начал активно расти и наверняка продолжит тренд, начавшийся еще в конце мая-начале июня прошлого года. Что мы пока видим на графиках? Валютная пара евро-доллар за счет спекулятивного настроя участников рынка проявила высокую волатильность. Это привело к обвалу курса евро примерно на 140 пунктов и локальному пробою уровня поддержки на 1,0800. Фактически был обновлен минимум среднесрочного нисходящего тренда, после чего возник технический откат вверх. Стабильное удержание цены ниже уровня поддержки на 1,0800 на четырехчасовом периоде приведет к последующему росту объема коротких позиций. И это станет основным сигналом к продаже евро и продолжении нисходящего тренда. До тех пор возможна болтанка в пределах отклонения уровня 1,0800. Что касается британской валюты, эта пара фунт-доллар след за евро устремилась вниз, подтверждая на рынке факт положительной корреляции. Этот спекулятивный цикл вернул котировку в район верхней границы психологического уровня на 1,30, отклонение 1,3050. В районе данного значения возникло сокращение объема коротких позиций и, как результат, застой и откат. Нисходящий потенциал сохраняется на рынке, несмотря на все ценовые изменения в период уходящей недели. Можно предположить, что сегодня на рынке будет иметь место застой ввиду сниженных торговых объемов по случаю страстной пятницы. С наступлением новой торговой недели будет рассматриваться очередная попытка пробоя психологического уровня 1,30,00.